Крупнейшая геополитическая катастрофа или начало новой демократической России. 30 лет назад, 26 декабря 1991 года, после 70-летия существования, официально распался СССР. Крупнейшая мировая империя, раскинувшаяся от Европы до Азии и объединившая в себе 15 республик. Как это произошло? К 80-м годам СССР оказался в состоянии кризиса. Перестройка и гласность Михаила Горбачёва ослабили коммунистический режим, а экономика, много лет сосредоточенной на гонке вооружений, отстала от западных стран. Без общей идеологии на границах Союза активизируются националистические движения. Литва, Латвия и Эстония объявляют независимость от Москвы. Михаил Горбачёв предлагает подписать новый союзный договор. Но в ночь с 18 на 19 августа 1991 года группа из восьми высокопоставленных советских чиновников блокирует президента СССР в его резиденции в Крыму. Власть на себя берёт ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению, во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым. Наутро в Москву входят танки, а по телеканалам показывают балет «Лебединое озеро». Попытка переворота провалилась. Михаил Горбачёв возвращается в Москву, но он уже потерял своё политическое влияние. По мнению многих, настоящим лидером демократических сил стал президент РСФСР Борис Ельцин, который накануне, стоя на танке, назвал действия ГКЧП путчем. Союзные республики объявляют себя независимыми государствами. 8 декабря главы РСФСР Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, подписывают в Беловежской пуще соглашение о создании СНГ и распуске СССР. 25 декабря Михаил Горбачёв уходит в отставку. «В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР». Вечером в 19 часов 32 минуты вместо красного флага серпом и молотом над Кремлем поднимают триколор.